И так, всем привет, с вами Допгай, мы начинаем играть в... Смотрите-ка, это Казер Рейх. Давненького не было решено, я посмотрел, что тут вообще произошло, и увидел новую страну. Левый гамедань, мы играли за неё в Казершизе, но здесь игра выглядит немножко по-другому, поэтому давайте поиграем. Пока что она не переведена, как обычно, после того, как я с ним прохождение, обычно доделывают русификатор, но пока что его нет. И начало у нас прекрасное, у нас нет ни одной фабрики, ни одного человека, у нас даже нет ни одной провинции. Мы просто капитулировавшая страна, потому что мы что-то типа правительства в изгнании. Но скоро мы начнём восстание. Вы, кстати говоря, если вдруг ещё не подписаны, обязательно нажимайте кнопку подписаться, чтобы не пропускать другие видео. Поехали. И вот и наш лорный винтик, 4 года назад было восстание, но не успешное, но мы продолжили бороться. И я не знаю, кого здесь буду бафать, здесь нам рассказывают про разных людей, но давайте начнём с циталистов. В России, кстати говоря, Варангель берёт в руки страну. Посмотрим. Я не помню, какие пути тут есть в Казарайхе обычном. Я буду, скорее всего, путаться, но ладно. И смотрите, что это такое. Рассказывают нам про железную дорогу немецкую и как она тяжким грузом ложится на рабочих обычных. Ну и, конечно, мы получаем варсаппорт здесь и плюс популярность статалистов и социалист-либералов. Наша страна, да, ужасно просто плачет под тяжестью этих чёртовых колониалистов. А тут, смотрите-ка, даст нам плюс одну пробку кавалерии, а здесь нам даст одну... Ага, Ксямэнь либо Ганжу. Наверное, Ганжу. Ксямэнь вроде как и так. Я думаю, мы здесь сможем окружить как-то. Ой, и вот оно. Резня в уху. 200 мертвых, 800 раненых. И мы доберём плюс стабильность и тотализм. Мы будем тотально бороться с этими колониалистами. Смотрите-ка, начинает распутаться Китай. Тут какое-то восстание. Ну и сейчас мы воспользуемся моментом и тоже объявим своё восстание. На фоне как раз чёрного понедельника в Германии. Капиталистская экономика, да, разрушается, понятное дело. И вот у нас, смотрите-ка, взять время, чтобы наши силы консолидировать. Либо, наконец-таки... А давайте возьмём 5 вард саппорта и чуть-чуть сюда консолидируем нашу силу. Нам хотят дать 1 к 2. Ну ладно. Ну, смотрите-ка, можем заспамить ещё одну дивку. Либо же 500 винтовок и 200 этого. Ну давайте возьмём, конечно, дивку. И смотрите-ка, фу, Жан. Фокус тревел-ченж. Давайте доделаем этот фокус, чтобы 60 политики получить. А, ну типа, так или иначе мы его доделаем. И пошла война. Давайте сразу мы расставляем наших фельдов. Смотрите, у нас тут есть генералы. Многие из них неплохие. Но берём вот это, потому что он бафит ирегуляров. А у нас как раз-таки именно ирегуляры. И здесь тоже интересно кого взять бы. Давайте, наверное, города, потому что обычно этот перк сложнее выкачать. По классике обузим фельдмаршаловский приказ. Делая гарнизон здесь и делая вот такой вот приказ. И начинаем продвигаться. Здесь блочим им движение, а здесь окружаем их. И здесь также пытаемся захватить провинции. Стоит, если говоря, сразу побыстрее занять какие-то вот здесь вот снабжения. То есть я бы, наверное, вот сюда даже рашил. Как-то вот так мы, наверное, сейчас будем двигаться. И вот он, последний бастион китайского социалиста. Ну, социализма. Что мы можем себе бафнуть? Плюс статы. Либо фарты и снаряжение. Давайте, конечно же, берем статы и варсапорт. И у нас сразу смотрите, что мы можем сделать. Можем интернациональную поддержку себе попросить. Конечно, попросим. И взять надо Нанькинь. Контролируем мы Джинлинг. Вот до сюда. Блин, ну до сюда мы не дойдем за 22 дня, скорее всего. Хотя, конечно, мы попробуем. Но я сомневаюсь, что это возможно. Здесь еще между нами тоже какая-то страна есть, которая тоже, скорее всего, будет сопротивляться. А вот здесь такие более реальные миссии. Ксиан Мэй. Вся здесь Мин Хоу. И Ганан. Ну, Ганан мы уже взяли. Прекрасно. Ага. Там ребята капнули какие-то. Так, французы хотят нам дать помощь. Берем обязательно. Новые дивизии тренировать вообще не могу. Это грустно. А, и вообще их аннексировали, так что да. Все стало еще интереснее, скажем так. Нам нужно точно рашить все какие-то пункты. Смотрите-ка. Шпионные секреты в Войне Лиг. Интересно услышать. Да, действительно, тоталлизм. Это интересно. Игорь, вот это что нам дает? Дает нам просто статы. Это не дает нам поддержку. Вот здесь вот у нас есть мораль, так сказать. И чем дольше мы будем не брать с танкини, я так понимаю, тем она будет больше падать, видите. Но потом она поднимется. И мы можем за мораль поднимать себе снаряжение и дивизии. Окей. Наверное, все же первые две дивизии я возьму. Чтобы иметь хотя бы количество дивизий, нужное на то, чтобы фронт в принципе держать. И вот фронт начинает как-то уже всканиваться. У нас что-то кавалерия, кстати говоря, в опасной позиции. Надо бы отсюда выйти. С другой стороны, может, мы все еще сможем окружить. И сейчас начнется, да, жесткая битва за банку жигуля, как говорится. Ну, на самом деле, конечно же, за Минска Риска и Кошка Жена, но я про то, что наши войска никакие, у них войска тоже никакие. Это будет жесткая возня. А еще к нам прибывают три дивизии добровольцев. И это нам, кстати, может реально помочь, потому что дивизии должны быть неплохими. Ой, смотрите-ка, у нас парень, я так понимаю, возвращается. Достанется там лидерами. Видимо, он типа вернулся домой, потому что восстание пошло, и он приехал из того самого знания. И тут нам дают одну хорошую дивизию прям. Мы ее обязательно будем использовать. И нам дают еще две дивизии. Мы тоже будем использовать. А они какие? Они тоже неплохие, кстати говоря. Единственное, я еще не исследовал вторые винтовки. Ну, как сказать, технически это первые винтовки. Поэтому у меня они исполнятся со старыми, но как есть. Ну, давайте попросим помощи, получим себе бафы. И еще получим во въедной завод, если они вдруг согласятся, отправят нам побольше поддержки. Надеемся, что согласятся. И, кстати, мы, наверное, здесь что-то сможем даже окружить. Звучит прекрасно. И да, смотрите-ка, здесь четыре дивизии, здесь три дивизии. Блин, здесь намного лучше проработана эта война, потому что здесь есть поддержка. Она как бы и должна быть от интернационала. А в Кайзершизе я помню, что мне приходилось просто литин-лис у них постоянно просить. А здесь это как-то сделано, организовано. Чувствуется как-то какая-то проработка хотя бы. Ой, мы хорошо предпочтались, а поэтому нам говорят, вы молодец. Это правда, я молодец. И третий интернационал собрания проходит. Отправляемся, нужно просить денег, как говорится. Идем дальше по фокусам, бафаем себе стабильность варсаппорт. И я вижу, что если мы до сюда дойдем, то у нас поднимется радикализм. Так что, наверное, я бы хотел успеть все это взять. Смотрите, Кабаритана отправляет советников нам. Прелесть. И Италия отправляет нам советников. И Франция отправляет нам советников. Отлично. У нас очень много опыта, а опыт нам очень нужен, потому что нам нужно будет реформировать нашу армию. И здесь очень много надо будет реформировать обязательно. И да, наконец-таки мы здесь прям закончили окружение. Это нужно только добить две дивизии. И прекрасно порт взят. Можем теперь идти сюда. Надо идти сразу в следующий порт, потому что он дает снабжение им. А то должен давать нам. И первый тик нанкиня проходит, и мы, да, не успели за него взять. Но ничего, мы еще, как говорится, с этим разберемся, еще возьмем. А пока что Южесобанной провинции, мы в них заходим обязательно. Начинаем штурм портового города Ханчжоу. Прекрасно это. Порт взят. Можно пойти сразу к кавалерии. Ага, тут так не пройдешься. Тут, да. Тут увы, как говорится. Ну тогда делаем вот так. Возьмем эту провинцию. И здесь пойдем вот так вот. Постараемся обрезать им больше линии снабжения. В теории вот этот город можно взять. Но если мы просто возьмем вот эту речку, то они уже не смогут снабжаться никак. Поэтому можно вообще-то себе на ананкинь сам пойти. Это тоже неплохие шансы нам даст. И мы в зале, кстати говоря, мы теперь должны выполнить и так квест, так и есть. Можем пушить все дальше вполне себе. Я бы завел эти дивизии сюда, чтобы они у нас дальше пошли там укреплять вот этот вот прорыв. И вот мы их окружили. Остается лишь это как-то, как говорится, удерживать. Потому что я еще хочу успеть понабирать наши фокусы, как говорится. И я думаю, мы должны собирать здесь все вот эти вот припасы, потому что это очень много снаряжения. Оно, понятно, будет не самым лучшим. Но оно сохранится, я думаю, и после войны, поэтому нет причин этого не делать. Я чуть ли не нашего коня не вайпнули, но я на ласт стенде смог продержаться до прибытия вот этих сил. И получается теперь полного окружения этих. Остается лишь немножко укрепить туда еще как-то войска. Хотя здесь уже видите, мы ширину этого окружения увеличиваем. Именно линии, которые создают окружение. Так что все нормально. А, и сразу кап произошел. Окей. В итоге я не дождался, хотя вроде как... Я не уверен, я все сейчас могу. Что это такое? Сун-дирен к нам присоединиться, либо арест от? А, звучит, если он предатель, то, конечно, мы его арестовываем. Ипопеда? Национальная революционная армия. Теперь мы будем восстанавливаться миллион лет. И да, у нас пропускаются эти фокусы, радикализации не произошло. Итак, первый конгресс. Комментаня. Прелесть. Ребята, 36-й год, мы уже победили в этой войне. Мне кажется, как-то так вполне себе и должно быть. Возможно, это и в Кайзершизе. О, я могу теперь распускать вот эти дивизии. Тоже прелесть. На самом деле, стоило их побольше поднимать тогда. Под конец. Ну, ладно, не наобузили, но и ладно. А вот эти дивизии будем делать нашими основными. И от них, наверное, как-то отталкиваться. Снаряжения у нас, как говорится, много. Ну, смотрите, раньше солдаты помогали собирать урожай, а теперь нету такой возможности. У нас можем потерять стабильность, получить комбан очки, либо манпавер и опыт на варсаппорт. Ну, давайте, наверное, вот это поинтереснее. Хотя, честно говоря, терять опыт не хочу. Так что, да. Хотя, наберем еще. Ладно, наберем, наберем. Давайте, кого бы я хотел. Смотрите-ка, у нас какая-то еще социал-репартия, точнее, фракция-реконструкция. Это очень все интересные фракции, но я только расстроен, что я не смогу привести таталист к фракции, хотя, может, у меня еще будет возможность. Посмотрим. Смотрите-ка, вот он, механика, баланс сил у нас будет. РСИ и ПАК. Вот оно. Ну, и я так понимаю, если мы куда-то перейдем слишком глубоко, то эти ребята, наверное, будут бросить свои руки. Ну и начнем, я думаю, восстановление нашей страны вот с вот этого. Стабильность, варсаппорт, скорость исследований. Все вот это вот, что у нас сейчас очень плохо себя чувствует. И Хунань предлагает альянс. Блин, ну, допустим, давайте. Хунань становится прекрасно нашим субъектом. Более чем меня устраивает. И вот это многое говорит о нашем соцсайте. У нас, говорят, есть радикализм. Если он слишком высоко поднимется, то у нас будет какой-то интересный сценарий внутри партии. Ну, непонятно что, но посмотрим. И тут в Китае революция. Я думаю, нам нужно обязательно там помочь ребятам. Мы туда можем отправить одну дивизию. У нас всего одна дивизия. В данный момент я распустил остальные, чтобы их переобучить. Отправляем ее помогать, конечно же, Индокитаю. Они должны также освободиться от гнета евроцентризма. Я вижу, что у нас есть очень хорошие советники, но я начну с этого. Комплайенс и политка. Чтобы быстрее наши территории интегрировать. Потому что мы их, видите, потихонечку интегрируем. Надеюсь, я прибыла. И мы сейчас начнем здесь помощь нашим индокитайским братьям. Это здесь юань, я так понимаю. Это что-то с экономикой у нас. И в World Society поднимется влияние. Либо наоборот, я так понимаю, ничего не произойдет особо. Давайте сделаем. Я понятия не имею, на что это влияет. Здесь гайдов и путям нет. Но будем верить, что мы выйдем к прекрасному Китаю. Который будет давать, как говорится, мисс Крис и кошка-жена. Каждый житель Китая, рабочий. Оля. Я думаю, надо немножко подкачать армию. Потому что у нас сейчас есть дебаф, который отнимает у нас опыт. Минус 0,1. Я не хочу вот этого парня никого возле ставить. Потому что они здесь делают какие-то разные эффекты политические. Что прикольно, но мешает именно тому, что ты хочешь кого-то поставить, а он там что-то сделает. И у нас умирает Жонг Кай. Это вот этот парень. Угу. Можем поставить Ченгонг и либо... Либо делать что-то вот это. Ну давайте. Радикализм нам нужен. Я так понял, у нас теперь президент наш занимает сразу две должности. Это по-нашему, по-православному. Итак, Organic Low. Small Amount. Medium Amount. Ага. Что мы можем тут сделать? Давайте-ка. Максимальный радикализм, очевидно. Ну и смотрите-ка. У нас говорят, что ты еще офигел. Ты куда там? Два по стула занял? Два стула? У нас так не принято. И можно сменить его. И таким образом немножко уменьшить радикализм. Либо наоборот. И говорят, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но посмотрим. Опять-таки мы выбираем кого-то я так понимаю себе советника или что и берем радикальных ребят. Я все-таки возьму сюда. Хотя, блин, он уменьшает радикализм, конечно. Так что не сильно хочется мне взять. Я бы отсюда взял вот этого парня, наверное. Но пока что такого нет. К нам приходит новый генерал, судя по всему. И мы можем с этими вот регулярными дальше вывевать. Либо сделать нормальную армию. Ну и очевидно, мы будем ее реформировать и делать хорошей. Смотрите-ка. Мы можем попробовать исправить ситуацию. У нас этот парень все хуже и хуже. Все. Они все... Да, ситуация все типа ухудшается. Но нет. Лишком поздно мы не вернемся. Мирного решения не будет. А здесь, кстати говоря, ребята сделали выск. Ну и, судя по всему, в могилу. Еще один винтик. Да, это нормально. Радикализм. Видимо, он немножко упал, потому что все-таки поставил парня на опыт. Ну иначе мы будем реально опыт терять. Это очень грустно звучит. А так хотя бы мы все-таки будем его получать. Нам он, черт возьми, нужен. Ну и давайте на всякий случай укрепимся. Вот здесь вот. Я не знаю, что там как будет, но приобретаться надо и надо делать сразу, я думаю, новые дивизии. Обязательно. Ну и также добавим сюда артиллерию и лопату в поддержку. Теперь дивизия выглядит вроде как хорошо. Итак, триумф какой-то новой гвардии. И да, нам нужны свежие идеи, чтобы победить. Это однозначно. И вот сюда надо продолжать идти. Думаю, кстати, я бы все еще хотел вот этого убрать, но я не вижу, где-то можно убрать. Давайте используем прекрасный поиск. Давайте даже сделаем affairs. Ага, вот оно. Вот сюда нам надо выйти. Давайте тогда сюда и выйдем. Пожалуй, чтобы убрать этот очень неприятный дебаф, и видимо там мы его потом сможем допить. Главное, чтобы тут случайно это... Случайно не началась какая-нибудь война с кем-нибудь. Будет неловко. Итак, департамент пропаганды. Конечно же, националистические, каталистические мы кнопочки нажимаем. И давайте сделаем вот это. Хотя бы будет минус 0,05. Хотя все еще неприятно, но опыт нам нужен просто очень сильно, потому что нам нужно реформировать нашу армию. Я отозвал обратно дивизию добровольцев, чтобы она пополнилась. Потому что там у нас считалось, что мы в окружении. И у нас нет куда пополняться. Ну, как обычно, в общем-то. Очередные выставки вот здесь вот. Но вообще, судя по всему, как будто Инда-Китай все-таки проигрывает. Но это из-за того, что здесь нет снабжения. А бот как бы не может это пофиксить. Он не может отойти к снабжению. Поэтому мне лишь остается надеяться, что вот ребята в немецкой Азии, что она вот этими выставками истощит все свои силы и в итоге сможет победить Индонезию. или точнее Инда-Китай. Но я в этом не очень уверен, если честно. Если я думаю, что нам можно было бы начать уже захватывать всяких наших соседей. Кроме того, что они подчиняют, скажем так. Поэтому давайте начнем уже делать этот фокус и потом будем докачивать армию. Что-то у нас радикалы. Ага, ага. Ну, конечно, радикалы. Итак, комиссия как раз таки военных всех дел. И что-то у нас среднее это влево двигаемся. Это хорошо. Я не хочу слишком передвигаться вправо. Может, здесь у нас будет какой-то ивентик страшный. И да, наверное, это я и выберу. Видите, да, дивизия начинает выкрушаться и теряться. И в чем проблема? Здесь-то промышленности нет, а там есть хотя бы какая-то в два раза больше военных заводов, как говорится. Но дивизии тоже там повайпались немножко в этих высотах. Но их все еще больше. Все еще думаю, что вряд ли они смогут победить в Индокитае. Но мы будем помогать до последнего. Ну так, мы можем потребовать у клики Юнань подчинение. Давайте попробуем это сделать. Управляем сюда наши войска. Они будут неплохим доводом. Плюс того, что надо соглашаться с нами. А сюда надо кого-то поставить. Кстати, вот этот парень неплох. А так он дает плюс пять. Подождите. О, его теперь сюда можно поставить. Но мне кажется, он из не той фракции, поэтому, наверное, нет. Давайте вот это он не советник, его можно будет делать советником, если он прокачается. Вроде как, это подходящий для нас кандидат. А вот туда я бы поставил как раз таки вот этого парня, который бриллиантовый стратег, так сказать. И поэтому можно его вот так вот будет прокачать. но я думаю, можно отправить уже наш ультиматум. Итак, судьба офицеров лиги. Мы должны, да, избавиться от старого порядка однозначно. Эти ребята отказываются. Нет, я, конечно, Лигин снал. Мы к нему абсолютно готовы. Объявляем войну и призываем, конечно же, сразу нашего отсоса, так сказать, который отказывается из-за этого Окей, нет, он согласился. Странно. Не нападает одной дивизией. И смотрите-ка, приходят к нам изгнанники. Можно их принять, получить социальную демократию. Ну, мы влево двигаемся. Мэн Павер, Политка. Соотношение с Шангси. Доплевать меня на Шангси? Конечно, берем. Итак, волна злости в партии проносится. Да, меня это устроит. И вот уже тоталисты имеют большинство в нашем правительстве. Нет, вот не большинство. Но они дойдут до него. И что тут у нас можно сделать? Радикализм? Да, конечно. Смотрите, радикализм, сейчас направо, и еще больше радикализма. Там сколько там уже? 48. В теории там уже должно что-то произойти. Или должно начать ничего не происходить. тут, как говорится, насколько все страшно. Такая разница будет. У них стоит конвоев для чего? Trade and supply. Это вот этот дивизион? Платили что? С кем мы? Э? Почему у нас едут supply в Норвегию? Есть ощущение, что кто-то в нашем правительстве продает что-то непонятно кому. И требует на это еще и конвоев. Но вообще на этой войне, пожалуй, мы закончим нашу первую серию. Смогли мы победить, перевели к власти пока что только того же парня. Ничего не поменялось, даем ему только больше власти. Посмотрим, как это и к чему это к нас приведет. А с вами был Дубгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, движение, скрутбусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok